Харцизские гандболисты на 10 дней разбили на берегу Ханжонковского водохранилища палаточный лагерь. Солнце, воздух и вода, а также утренние и вечерние тренировки позволят спортсменам хорошо подготовиться к очередному сезону. О насыщенной жизни спортивного лагеря в нашем следующем сюжете. Второй год подряд летние учебно-тренировочные сборы харцизские гандболисты проводят на берегу Ханжонковского водохранилища на Гедре. Жизнь в лагере начинается с первыми лучами солнца. Кстати, детвора просыпаются раньше взрослых. В 6.30 до наступления жары начинается утренняя двухчасовая тренировка. Помимо зарядки и кроссовой подготовки, юные гандболисты отрабатывают тактические игровые приемы, броски, действия в защите и нападении. Уже в сентябре ребятам предстоит защищать спортивную честь харцизка. Бросаемся в омут соревнований. Первый турнир у нас пройдет у нас в городе. Проводим открытый республиканский турнир. В октябре месяце у мальчиков 2005-2006 год очень серьезный международный турнир в Воронеже. Будет с участием России, российских команд, с участием белорусских команд, с участием абхазских команд. Мы, команда ДНР, там тоже будем принимать участие в таком престижном турнире. Я знаю эти команды давно, они очень высокого класса. Нам очень, ну как говорится, для нас очень почетно принять такое приглашение. 10 дней учебно-тренировочных сборов. Вроде бы не такой уж и большой срок. Но за эту десятидневку, говорит тренер Людмила Жильцова, ребята успевают многому научиться. Рубить дрова, чистить картошку, ставить палатки, благоустраивать свой быт. Такие сборы дают возможность лучше узнать ребятам друг друга. Потому что так они на тренировке общаются и не живут долго вместе. А здесь люди открываются совершенно с другой стороны. Открываются с той стороны, с которой мы даже не можем себе представить. Вот. Некоторые, кажется, мы лучше о них думали. Некоторые наоборот. Нам казалось, что он абсолютно не может себя проявить никак. А здесь на сборах он просто открывается. Мне нравится, когда мы купаемся, когда играем в разные игры, когда мы ставили палатки, когда мы рыли, обкапывали палатки вчера. Ну, было интересно, когда мы дошли до финала и проиграли. Было интересно, когда мы приехали, палатки ставили, было тоже интересно. Когда ходим за водой, интересно. Ходим на рыбалку, купаемся. Когда мы пели «Около костра». Очень красивые песни. Мне очень понравилась песня «Тень наискосок». Мы вместе ходим за дровами, по воду вместе ходим, занимаемся тренировками, играем. Доставка воды из соседнего садового общества, помощь взрослым в приготовлении завтраков, обедов и ужинов тоже входит в обязанности будущих виртуозов ручного мяча. Выловленная на утренней зорьке рыба тут же отправляется на кухню. И можно не сомневаться, вкус ухи, которую дружно готовят взрослые и дети, будет просто необыкновенным. Конечно, организовать быт, досуг и тренировки в лагере вряд ли получилось бы без помощи родителей юных спортсменов. Без них бы мы не сделали ни такую площадку, мы бы себе не приготовили. Лагерь бы мы ставили дольше. Там, знаешь, тут, ну в общем, с дровами они нам все время помогают. Я хотела бы им сказать спасибо. Еще бы мне хотелось поблагодарить Третью казачью роту особого назначения внутренних войск МВД ДНР за предоставление нам транспортных услуг в перевозке именно детей. 26 августа – последний день учебно-тренировочных сборов харцизских гонболистов. В сентябре стартует новый сезон. Людмила Шельцова уверена – впереди у ребят новые победы и новые достижения. Пожелаем нашим гонболистам громких побед. Дружите со спортом и до встречи на канале ТВСФЕРА.